В эфире городские новости в студии Марина Василевская. В ближайшее время мы расскажем о том, что произошло или только произойдет в Саранске. И вновь в городе коммунальная авария. В морозное утро 16 февраля в Саранске произошла течь трубопровода. Сколько горожан поступают в уют? В администрации Саранск обсудили работу медвотрезвителя. Сударск, 2021. 16 лучших представительниц Мордовского государственного университета имени Огарева борются за корону МИС университета. На Мордовию обрушились аномальные холода. По данным Гидромедцентра они продлятся до конца недели. Так, сегодня во вторник, 16 февраля в Саранске, утром температурная отметка опустилась до минус 26 градусов. И вновь не заставила себя ждать коммунальная авария. В центре Саранска произошла течь водопровода. Жильцы дома номер 13 по улице Коммунистической остались без холодной воды на время устранения дефекта трубопровода. На месте прорыва работали аварийные бригады. Произошло, наверное, в связи с погодными условиями, такими сильными морозами. Может, подвижка грунта или еще что-то. Наверное, на соединении где-то трубопровода, может, стык, еще что-то. Ну, это сейчас определим. Когда раскопаем, уже будет видно, какой дефект. Будем устранять. На данный момент авария устранена. Подачу холодной воды по адресу Коммунистическая, 13 возобновили. В Саранске продолжаются рейды и мониторинг, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. За минувшую неделю сотрудниками администрации Ленинского, Октябрьского и Пролетарского районов, Транспортного управления совместно с сотрудниками полиции и муниципального предприятия Горэлектротранс проверено 267 единиц общественного транспорта. 100 замечаний пассажирами устранено на месте. На нарушителей составлено 4 протокола. Также продолжаются и рейды по проверке соблюдения действующих профилактических мер в легковом такси. С 8 по 14 февраля сотрудниками Транспортного управления совместно с представителями УГИБДД МВД России по республике вынесено 15 замечаний, из них 11 на водителей такси. За прошлую неделю сотрудниками Управления потребительского рынка и предпринимательства администрации городского округа Саранск проведен мониторинг в отношении 102 объектов торговли, общепита, сферы услуг и аптек. Составлено 3 акта фиксации нарушений за обслуживание покупателей без средств индивидуальной защиты. Глава города Петр Тултаев поручил чаще проводить рейды на рынках города, а особое внимание обратить на соблюдение введенных мер безопасности в торговых павильонах по продаже мяса и других продовольственных товаров. Результаты есть с точки зрения количества заболевших уменьшается, но расслабляться нам еще очень и очень рано. В этой связи те мероприятия, которые мы проводим на транспорте, мониторим ситуацию торговли, то, что мы делаем по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах, эту работу продолжаем. Глава Саранска отметил, что стоит всем без исключения соблюдать масочно-перчаточный режим, а также исключить рукопожатие. Введенные в регионе профилактические меры и правила безопасности пока не отменены. Это обусловлено тем, что инфицирование новой коронавирусной инфекции в регионе еще продолжается. По сфоткам оперативного штаба на 14 часов 16 февраля за минувшие сутки в Мордовии выявлено 65 случаев COVID-19. 92 человека выписаны с выздоровления. Находясь в алкогольном опьянении, человек чаще всего не отдает отчеты своим действиям и не может контролировать ситуацию. В таком состоянии можно и преступления совершить, и себе навредить. Например, замерзнув зимой на улице. Нетрезвых граждан выявляют полицейские патрули, а вот куда определить их дальше, решат врачи. Получили травмы, приезжайте в больницу. Буяните, отправляйтесь в полицию. Находитесь в сильном алкогольном опьянении, прямая дорога в медвытрезвитель. В администрации Саранска обсудили работу этого учреждения. Лица в состоянии алкогольного опьянения поступают в уют ежедневно. За январь было доставлено 269 человек, из них 168 размещено. Как правило, на ночлег в медвытрезвителе под присмотром медицинского работника остаются те, кто находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и не может самостоятельно добраться до места своего проживания. Плата за нахождение в медвытрезвителе не берется, однако составляется протокол об административном правонарушении. Бюджет у города содержания медвытрезвителя в год обходится примерно 8 миллионов рублей. Штрафы, которые налагаются на пациентов медвытрезвителя, поступают в федеральный бюджет. Об этом сообщила заместитель главы городского округа Саранска, директор департамента по экономической политике и взаимодействия с административными органами администрации городского округа Саранск Ирина Объедкина. В 2020 году внесены поправки в федеральное законодательство, согласно которым за регионами закрепляются полномочия и допускается взымание платы за ночлег в медвытрезвителе в размере полутора тысяч рублей. Та категория, которая попадает в медвытрезвитель, разве может оплатить свой ночлег? Но людей на улице оставлять нельзя, отметил мэр Саранска Петр Тултаев. Глава города поручил ввести постоянный мониторинг количества граждан, поступающих в медвытрезвитель Саранска, а также анализировать опыт других городов в этом вопросе. Стартовал юбилейный 25-й конкурс Мисс Университета «Сударушка-2021». 16 лучших представительниц Мордовского государственного университета имени Огарева уже борются за корону победительницы. Первый этап проходил на Мордовии-арене в центре хоккея. Хрупкие девушки прошли нелегкую проверку своей физической подготовки, смекалки и ловкости. Им пришлось за считанные минуты научиться владеть клюшкой с максимальной быстротой провести шайбу через змейку и забросить снаряд в ворота. 16 девушек изо всех сил старались показать максимальный результат, ведь в финал конкурса пройдут лишь 10 из них. Все они, без сомнения, достойны победы, однако звание «Сударушка-2021» достанется лишь одной. «Это студентки всех факультетов и институтов нашего университета, которые учатся хорошо на 4 и 5, которые принимают активное участие в жизни университета, ну и как бы обладающие талантами. Поэтому рекомендовали их структурные подразделения, наши факультеты и институты, и мы очень надеемся, что каждый проявит себя». Второй интеллектуальный этап состоялся 15 февраля. Участницы разделили на 4 команды по 4 человека. Организаторы, они же независимые судьи, подготовили для девушек 7 раундов по различным направленностям. Интересные факты из жизни, исторические сведения о родном городе, кино, музыка и многое другое помогали выявить самую эрудированную и смышленную конкурсантку. Баллы и результаты станут известны лишь во время финала. А пока впереди еще один этап – театральный, который состоится уже в эту среду, 17 февраля. Победительница будет определена 12 марта на торжественном вечере в Мордовской государственной филармонии. Февраль в этом году выдался холодным. Несмотря на то, что календарная весна все ближе, температурные показатели все еще держатся на низком минусовом значении. Вот и сегодня, 16 февраля, столбик термометра опустился до отметки в минус 26 градусов. В связи с таким понижением температуры, в городских школах отменили занятия с 1 по 4 класс. Кроме этого, в некоторых районах республики из-за мороза в школу не пошли и старшеклассники. Как отмечают синоптики, аномально холодная погода в Саранске и по всей республике сохранится до 20 февраля. А теперь пришло время узнать прогноз погоды на завтра. В среду, 17 февраля, в Саранске ожидается переменная облачность. Столбик термометра за сутки опустится до отметки в минус 25 градусов. А максимальная температура воздуха составит минус 17 градусов по Цельсию. Ветер южный с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. А вот год назад, 17 февраля, за окном было хоть и пасмурно, но достаточно тепло, особенно сравнивая с сегодняшними морозами. А именно плюс 1 градус. 10 лет назад, в 2011 году, в этот же день, в городе была ясная и тоже морозная погода, как и этой зимой минус 21 градус по Цельсию. Это были все новости к этому часу. С вами была Марина Василевская. Мы продолжаем следить за обстановкой в городе и держать вас в курсе событий. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова